Привет, я Даша. Здравствуйте, я Лидия. Сегодня мы говорим о совместно прочитанных книг. Оказалось много, но автора только два. Нестерова и Куни. Начнем с Лёгенького, это Нестерова. Четыре книжки. Это, собственно, «Неподходящий жених», «Любовь без слов», «Укус змеи» и «Любовь без слов» я хотела бы отменить. Здесь есть повесть «Слой ручки» называется. И помимо неё ещё две. Это, собственно, «Любовь без слов» и «Пожалуйста, дайте поспать». Мы поговорим сначала о лёгеньком, о другом. О этих трёх книгах. Давай ты лучше расскажи, потому что я буду только... Такая ерунда говорить. Почему ерунду? Ну, вот, к примеру, за стеклом, так сказать, здесь всё мы читаем. Я лично читала. Естественно, это было сильнее. Я всё без исключения. Пари, конфликт хороший у вас лучший. Ну, вот за стеклом только, тут маленькая, совсем небольшая. Так что тут и говорить нечего. Это хорошо забытая старая. Ну, не забытая, конечно. Так, «Укус змеи» здесь тоже. Сам «Укус змеи» как бы не читала. Вот. А здесь... Здесь такой раскладчик. Да, совсем небольшенький. Обратный ход часов у нас есть. Мы стояли, но стоянка запрещена, а Кузьми, это маленькие такие. Неподходящий жених, новенькая. Ну, тоже рассказы здесь. Ну, тоже среди них есть повторяющиеся. Это конфликт хорошего с лучшим. Переходный возраст. Ну, и что-то такое. Рассказы мне очень понравились. Такие ёмкие, такие, как всегда, с юмором добрые, жизненные такие. Очень такие хорошие. Поэтому я лично с удовольствием... Хотела бы ещё выделить повесть «Обратных ход часов». Он не такой, как все. Это не просто женское очтиво. Это приятное для создания приятных эмоций. Это действительно глубокая мысль. Ну, скажем так, сделано вот. Это что-то вроде Бенджамина Франклина. Только Бенджамин Франклин родился такой уже. А тут мы имеем дело с зельем. Ну, те, кто видели Бенджамина Франклина, меня поймут. Те, кто не видели, вы существуете. То почитайте в Википедии или погуглите. И книгу, которую я ещё бы хотела особенно выделить Нестеру, это «Любовь без слов». Здесь, как я уже сказала, вышедшие три повести. Собственно, «Любовь без слов». Пожалуйста, дайте поспать и целую ручки. «Любовь без слов». Для меня вообще никакого... Я даже не помню, чем это. До такой степени для меня это было не... неярко. Ты помнишь, чем это? Да, сейчас вспоминать надо. Рассказываю уже много. Пожалуйста, дайте поспать. Это про врача. Сначала мне понравилось, потому что приводятся разные ситуации, которые случаются с работниками скорой помощи во время их... Опасная работа. Но потом идёт какая-то философско-размышлительная, мучительная, саморефлексирующая поток мыслей этого врача. И там и работа, и будничная жизнь, проблемы в семье. И вот это мне как-то было занудненько. Да простят меня те, кому нравится. Понравилось, потому что... Ну, действительно, форма такая, как бы в полусне, сквозь дрему, что он двое суток не спал, а тут каждый соедет, член семьи со своими проблемами, и надо ответить немедленно и сейчас. Ну, свекровь, да, или это тёща? Свекровь. Тёща. Тёща. Такая вообще дрянь. Я бы её убила, я бы проснулась бы на месте этого мужика, просто бы её убила бы, отрогла бы куда-нибудь канализацию, чтобы после смерти она полоняла. Какая ты злая. Не говори. Памятник, значит, ему поставить надо при жизни, что он так относится к тёще, несмотря на... Ну, памятник в виде каблука, потому что подкаблучник... Ну, не сказать, что совсем, но лучше не связываться. Ну, и мы... Позиция... Жена и тёща правят просто как это... Как водитель рулём. И мы просто недосуг. Вот, и целую ручку мне особо хочется подчеркнуть, потому что следы женского чтива из-под пиранистеры это особо яркая, необычная повесть. Дело в том, что к одному журналисту обращается богатая такая особа, у которой умер муж, и она хочет... А у него до этого было несколько жён. И она хочет, чтобы он походил по ним, собрал сведения о нём и написал книгу. Просто сведения вначале. Что? Вначале это задание было просто собрать, побеседовать и записать всё это. А дальше мы говорить не будем, потому что это спойлер. Ну, молчу, уже молчу. И из этого выходит что-то очень-очень своеобразное. Я имею в виду не только получившуюся книгу, но и события, которые последовали за этим, как оказалось, не совсем вдуманным поступком. Мне кажется, тут ещё немножечко Нестерова сорвала злость. На журналистов нечистых романов всяких. У меня не столько на журналистов, сколько на графоманов. Потому что у меня сложилось впечатление... Вот этого журналиста так вот... Ну, в корректных фразах, но очень нелестно о нём отзывалось. И у меня сложилось впечатление, что Нестерова работала редактором, и её довели прям до белого коленя эти графоманы, которые не умеют совершенно писать, о слой из листика никогда не слышали и всё такое. Но это не особо режет глаз. Вот, например, в книге «Татьяне дом» прям перенасыщение шло филологическими премудростями. А здесь в меру очень интересно, очень познавательно... Нет, не познавательно. Просто интересно заставляет задуматься над какими-то вещами, сделать выводы. Ты что скажешь, что... В впечатлении. В впечатлении. Не касаясь сюжета. Я одну фразу только скажу, касательно целую ручки, так сказать. О времена, о нравы. Просто... А мне хочется добавить в любые времена. Ну, это так. Но выписанными на наши времена – кошмар. Кошмар. Так, ну, переходим к Акунину. Это, собственно, у нас «Любовь к истории». Очередная книга из серии «Любовь к истории». Называется «Серемные часовые другие сюжеты». И продолжение приключения Фондорина «Планета вода». Я сделала большую ошибку, начав читать «С любви к истории». Потому что она несколько подпортила моё впечатление. Кто её, не в курсе. Напоминаю, что у Акунина есть свой блог на ЖЖ. Где он пишет об интересных людях в истории, их судьбах тоже не менее интересных. И всё это публикует. А книга – это книжный вариант блога. Впечатление мне хорошее, мне всё очень понравилось, за исключением. За одним исключением. Вот, разговор при 300 с писателем. Здесь публикация диалога Акунина с Михаилом Шишкиным. И когда я его прочитала, я почувствовала себя немножечко обкаканной. Но он не хотел, видит Бог. Хотел, хотел. Иначе бы не публиковал. Всё в очень цивильных фразах. Ну, поэтому Псиралова идёт. Ой, любой-нибудь угольщик профессиональный просто обзавидуется. Да, речи просто решится. Там такой идёт. Пи-пи-пи. Там всё запикивать нужно. Хотя, ну, слова цивильные пишутся. То есть, ничего такого ругательного. Но умудрился. И они, вдвоём. Почему говорю, что я, к сожалению, сначала «Любовь к истории» прочитала? Потому что это у меня осадочек. И от «Планеты воды» я осталась не при особо хорошем мнении. Здесь три повести, собственно, «Планета вода», «Парус одинокий» и «Куда же нам плыть?» И у меня ощущение, сейчас меня все начнут бить просто, что поиски эти расположены в порядке ухудшения. «Планета вода» ещё ничего. Вторая повесть хуже, третья, соответственно. «Планета вода», вы думаете, о чём? Ростеньки Наполеона, его потомки. И он тоже решил создать собственную империю. Подкладывай. Вот, собственно, о том, как Фондорин разруливал эту ситуацию и посвящена поиске. Потом вторая, «Парус одинокий» про расследование, да, той монахини. Убили одну монахиню, игумение, по-моему, оно было. И, как оказалось, бывшая любовь к Фондорину поехала расследовать это преступление, которое было совершенно крайне зверским. И третья повесть, «Куда же нам плыть?» Нет, ну она хорошая, в принципе. Но как-то всё лёгенько, поверхностно. А в концовке Акуниен слишком сделал ударение на известных двух личностей, исторически значимых, которых он повстречал. Не Акуниен Фондорин, пардон. Но слишком прям вот... Там было достаточно полного намёков, чтобы догадаться. А он прям вот красными стрелочками на них. Ты что скажешь? Ну не знаю, ты мне тогда говорила по прочтению, что, мол, вот, значит, Парус одинокий, почему не назвал, кто была она, любимая, которая вот... Да, прям такая интрига-интрига. Ну что, это не важно, это не важно. Это, кстати, врисовано само по себе. Ну может, хотелось бы глубже. Главное, что, к сожалению, глубочайшее сожалению. Это как актёр, который играет свою роль на сцене или в кино, он, даже если она очень маленькая, там, четыре слова просто сказать, он решил спрашивать, что это за человек, какая у него судьба, что правильно это отобразить. Точно так же здесь, чтобы читателю полнее проникнуться грустью, тоской и унынием главного героя, ему нужно больше знать об этой любви. Ну, не знаю, мне достаточно было, потому что тут... Ну, теперь у Уакуина вообще все нравится. Ну, естественно, здесь просто выпукло показано, как она, какой образ жизни она вела, как она помнила всю жизнь Фондорина и молилась за него. И вот он сейчас только узнал, и вот именно его отношения, а какова развязка, кто убил, вообще не палил, вообще изумительная развязка, кошмарная. Я догадалась. Ну, догадливая ты наша лично. Это было впервые. Я, конечно, всегда, ну, не всегда, у меня бывает, что я догадываюсь, но Акунин, Уакунина я никогда, вот за что я ценю, я никогда не знаю, что будет дальше. Но не в этот раз. Ну, тем не менее, для меня это была неожиданность, хоть как бы должно быть наиборот. Я всегда говорила, сам, казалось бы, не причастен человек, убийству именно он не причастен. Ну, не столь же, извините. Нет, мне понравилось. И меня нисколечко не обкакал, и вот это, так сказать, диалог Акунина-Ширшкина. Они излагают свое видение ситуации, которые им не нравятся. Ну, имеется в виду политическая и государственная ситуация. Им бы следовало, это стоит сделать мягче. Ну, ничего там такого нет. И просто обсуждается в диаметрально противоположной точке зрения Шишкина и Акунина. Как быть? Шишкин за то, чтобы бить и крушить. Они как бы солидарны, на свое мнение, что все люди аки. Ну, увы, действительность такова, что да. И только они правильные, хорошие, а все остальные... Ну, когда были времена... Халупы. Или когда были государства, когда всем все нравилось. Всегда были недовольны, все не так, все не так. И что теперь? Ну, высказались, высказались. Лично меня это не так. Я считала Акунина умнее подобных высказываний. Ну, и довольна. Ну, высказывались. Так что я не исключаю, что вот мое впечатление о художественной книге подпортило немножечко вот это вот интервью, потому что вот этот диалог... Потому что обычно, когда тебе человек говорит, ты плохой, вот я тоже хочу сказать, ну, думаешь, ты умнее. Сам дурак, да? Ну, это не умно, извините. Говорит, сам дурак. Так что на меня никакой образом не произвело какого-то, как еще впечатление этот диалог. Ну, тут расходно всего. Да, эту книгу я тоже прочитала первая. Она всегда у меня подобного рода, типа сборников, с великолепными фотографиями, иллюстрациями, портретами, емкие такие вот описания судеб различного рода людей. Очень такое познавательное и интересное. Ну, а уж посвечав опять героя Фандорина, я и была и вовсе в радости великой. Ну, и все на этом. Все. До свидания. До скорых книг. Продолжение следует... Продолжение следует...